Доклад называется «Эффективная нейропротекция критических состояний в неврологии». Это клиническая база Российского государственного медицинского университета, где мы работаем, где проведены большинство исследований, о которых мы будем сегодня достаточно подробно говорить. Крупные клиники, более чем 3 отделения по 60 коек, где всегда на 60 коеках лежит более чем 75-80 пациентов. Что свидетельствует о чудовищной актуальности лечения инсульта и других критических состояний. Критическим состоянием по концепциям современной реаниматологии и нейрореаниматологии называется состояние, при котором организм самостоятельно не может поддерживать свой гомеостаз и не может поддерживать адекватную жизнедеятельность. Таких критических состояний в неврологии чрезвычайно много. И мы с вами, как практикующие врачи, ежедневно, ежечасно с ними сталкиваемся. Это, конечно, проблема церебрального инсульта, самая актуальная. Это проблема аутоиммунных заболеваний, черепно-мозговой, изолированной сочетанной травмы, нейроинфекции и так далее. Надо сказать, что проблема критических состояний в наших странах, и я думаю, проблема эта одинаковая и для России, и для Украины, связана с тем, что не только высока заболеваемость и не только высока инвалидизация, но чрезвычайно высокий уровень общей смертности, в том числе среди мужчин трудоспособного возраста, и в Российской Федерации в прошлом году он составлял 16 на 1000 населения. Очень высокий уровень. Надо сказать, что в этой критической ситуации, в которой находятся и пациенты со многими видами церебровоскулярной патологии, другими критическими состояниями, и в котором находится государство в целом, поскольку состояние медико-социальных проблем можно назвать критическим в силу целого ряда причин, которые вы прекрасно знаете, поддержание жизни при критическом состоянии зависит от умения, от знания врача и от применения специальных методов протезирования жизнедеятельности организма, то есть от протезирования гомеостаза организма. Этим целем служит созданная не очень давно, не более 50 лет, наука нейререаниматологии, которая соединила в себе лучшие черты экстренной помощи, которыми владеет реаниматология, и тонкого анализа, которым блестяще владеют все неврологи, в том числе присутствующие в этом зале высокие профессионалы. Надо сказать, что несмотря на колоссальные успехи современной реаниматологии и ее возможности эффективно протезировать, налаживать функциональную активность сердечно-сосудистой, дыхательной, других систем жизнеобеспечения, протезирования или налаживания функциональной активности работы мозга, до настоящего момента остается терра-инкогнито, и удается обеспечить ее далеко не всегда. За последние 50 лет наука шагнула чрезвычайно далеко, и мы осознали очень многие патофизиологические механизмы, в том числе мозгового кровотока и метаболизма, о котором сегодня много говорили, механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения, молекулярной биологии здорового и больного мозга, но, несмотря на то, что мы знаем так много, понимание механизмов защиты мозга и, главное, механизмов притворения в жизнь этих механизмов пока не самый длинный путь сделан. Глубокие знания патогенеза, о которых сегодня говорили достаточно подробно, далеко не всегда реализуются, клинически эффективной нейропротекцией. Вот как в прекрасном городе Санкт-Петербурге, где мосты между фундаментальной наукой и ее практическим приложением, между прикладной наукой, глубоко разведены, и страдают от этого наши пациенты. 80% инвалидизация после тяжелого черепа, после инсульта, до 50% инвалидизация, причем необратимая, после тяжелой черепно-мозговой травмы, очень высокая инвалидизация после, в ряде случаев, после оказания реанимационного пособия. В целом, в ряде случаев хотим как лучше, получается, как всегда. Как говорит посол России на Украине. Надо сказать, вот на этом слайде представлены затраты, которые существуют на сегодняшний момент. Либо мы активно лечим в острейшем периоде, используя все новейшие технологии и современные фармакопрепараты, которые, да, реально дорого стоят. Но в тех ситуациях, когда мы их не используем, результат чрезвычайно грустный, и колоссальные затраты уходят в длительный уход. Но это другая статья расходов, это социальные затраты. Проблемы терапии и сохранения деятельности мозга связаны с целым рядом причин. С одной стороны, это сложная и чрезвычайно многоуровневая, о которой сегодня подробно говорила профессор Григорова, структурная организация работы мозга, очень много систем, нейромедиаторных систем, белковых, электролитных, трансмиттерных, обеспечивая деятельность мозга, поэтому так сложно влиять на ее функциональную активность. Но с другой стороны, возможно, это не всегда адекватные нейропротекции, которые мы привыкли применять. Для адекватной защиты мозга необходимы фундаментальные знания и умения в следующих областях. Во-первых, это знание под физиологией повреждения мозга. Ее мы знаем блестяще. Любой участковый врач, любой врач в инсультном отделении прекрасно знает аспекты ишемического каскада. А вот дальше начинаются проблемы. Управление физиологическими параметрами жизнедеятельности организма в полном объеме возможно только в специально приспособленных условиях. В условиях нейроблоков, в условиях нейрореанимации, о которых так подробно говорил профессор Зазуля. И владение в полном объеме нейропротективной фармакологии во многом затруднено в связи с тем, что мы не всегда адекватно применяем даже высокоэффективные препараты, не в адекватных дозировках и в не те периоды. И, к сожалению, что об этом говорить, не всегда у наших пациентов. У нас с вами хватает денег на использование самых эффективных препаратов. Патофизиология повреждений мозга чрезвычайно проста. Метаболические потребности мозга высоки, а энергетических запасов мозга практически нет. Поврежденный мозг самый чувствительный к гипоксии и ишемии орган и существует так называемые первичные и вторичные церебральные, отсроченные церебральные повреждения. Снижение кровотока практически равняется энергодефициту. В мозге нет запасов кислорода и глюкозы, мы говорили, и полное снижение синтеза АТФ возникает при ишемии через 60 секунд. О каком терапевтическом окне мы с вами говорим? 2 часа, 6 часов, 12 часов. Через 60 секунд мозг начинает необратимо страдать и в зоне ишемии, и на отдалении. Метаболизм организма меняется, организм начинает идти по так называемому анаэробному пути. Ну куда же ему деваться? Он использует глюкозу, которой тоже чрезвычайно мало в энергетических целях. Об этом говорили? Основные факторы патогенеза критических состояний, о которых сегодня тоже подробно много говорили, очень коротко, за неимением времени. Гипоксия, ишемия, глутаматный каскад, о котором подробно говорили, оксидантный стресс и тот самый медиаторный дисбаланс, который возникает при любом критическом состоянии. Как и во всех аспектах нашей жизни, медиаторный дисбаланс, электролитный, белковый, организменный дисбаланс связан с тем, что с одной стороны имеется дефицит, знакомое нам всем, к сожалению, слово по реальной жизни, знакомое, дефицит кислорода, церебральной перфузии, аденозин-трифосфата, АТФ главного энергетического субстрата, ведущих нейромедиаторов, в том числе ацетилхолина. С другой стороны, существует так называемый избыток. Слишком огромный каскад, огромное выделение таких нейротрансмиттеров, как глутамат, активных форм кислорода, о значимости которых профессор Григорова тоже подробно рассказала, облегчив мою задачу, свободных радикалов и большого числа ферментов. Вот такой дисбаланс нейротрансмиттеров, которые в конечном итоге и приводят к грубым очаговым симптомам. Факторы патогенеза ишемического инсульта, снижение кровотока, ишемия и гипоксия, оксидантный стресс, нарушение эрологических свойств крови, первичный и вторичный ДВС, который развивается в 100% случаях, даже при нетяжелом инсульте, вторичное снижение кровотока и огромный очаг необратимо измененного вещества мозга. Факторы патогенеза геморрагического инсульта, снижение кровотока и дополнительный повреждающий фактор наличия крови в веществе мозга, который действует и как токсический, и как колоссальный аутоиммунный фактор, стимулируя вторичную ишемию и гипоксию, тяжелые аутоиммунные, практически анафилактические и воспалительные реакции в веществе мозга, оксидантный стресс, нарушение эрологии крови, вторичный ДВС-синдром и тот же самый порочный круг. Почему я позволяю говорить о совершенно известных вам вещах? Просто потому, что патофизиология любого критического состояния, ишемический, геморрагический инсульт, тяжелая черепно-мозговая травма, состояние после остановки сердца, тяжелые аутоиммунные заболевания, сопровождающиеся ишемией, гипоксией, тяжелые нейроинфекции, приступ миостынии, тяжелый эпилептический статус, можно перечислять бесконечно. Все эти состояния сопровождаются однотипными изменениями со стороны патофизиологии мозга. С одной стороны, это очень плохо, поскольку патофизиологические изменения тяжелые. С другой стороны, наша с вами врачебная задача облегчена. Имеются одинаковые патофизиологические, саногенетические лечебные подходы, и применяя, адекватно применяя эти подходы, пациентам можно помочь. Вот таким образом выглядит участок апоптоза необратимо измененной нервной ткани. вот эта огромная зона пенумбры, там, где страдают функциональные связи, там, где имеются только энергетический дисбаланс. Вы видите, размеры измененного вещества абсолютно разные. Наша задача не дать мозгу потерять вот все эти отделы. Не всегда удается. Вот тот же самый отдел пенумбры и необратимо измененное вещество мозга. Основные неврологические синдромы вы прекрасно знаете. Вторичные неврологические синдромы, так называемые экстрацеребральные синдромы, о которых блестяще сказал профессор Зазоле, они определяют собой во многих случаях тяжесть патофизиологических изменений при церебральном инсульте, при любом критическом состоянии. Не будем. Значит, надо сказать, что в результате комплекса и интро- и экстрацеребральных синдромов развивается синдром полиорганной недостаточности, от которого, как тоже сегодня уже было сказано, в основном наступают летальные исходы у пациентов в период от 7 до 14 и 21 суток. Более 28% наших пациентов с тяжелыми инсультами, с тяжелой неврологической патологией умирают даже в высококлассных стационарах не от интрацеребральных причин, не от инсульта, а от соматической составляющей синдрома полиорганной недостаточности. Испон возникает почти у 35% больных с инсультом. Основные причины повышения инвалидизации и летальности в неврологической клинике поздняя госпитализация, неадекватная коррекция гипоксии и шимия и медиаторного дисбаланса, неадекватная и поздняя коррекция осложнений и длительная обездвиженность больных. Это бич нашей неврологии. Если будут вопросы, я потом на эти вопросы отвечу. И неадекватная нейропротекция, проводимая не теми препаратами и не своевременной чаще всего. Результат нейропротективной терапии, как мы ее иногда понимаем, полтора часа от момента начала инсульта, а вот это четвертые сутки. И вот за эти трое суток пациентки резко снижали артериального давления, проводили активную дегидратацию и лазиксом, применяли нейропротекторы в больших дозах, разные препараты, абсолютно без показаний. Результат вы видите значительное увеличение очага ишемии и углубление очагово-неврологического дефицита. Нейропротекция, понимая ее как бессмысленное восполнение, не может оказать саногенетического лечебного воздействия на вещество головного мозга. Для того, чтобы предотвратить комплексы этих тяжелых нарушений, необходимо использовать комплексные бригады, мультидисциплинарные бригады, о которых тоже сегодня уже говорили, которые должны обязательно включать и врачебный, и сестринский персонал, поскольку в лечении критических состояний неврологического генеза 95% успеха это уход и адекватное применение медсестрами своих врачебно-сестринских фельдшерских знаний. Если такая команда работает как единое целое, то жизнь больного можно спасти и главное можно не дать ему стать тяжелым глубоким инвалидом. Для сохранения вещества мозга в полном объеме, для уменьшения пост-эшемических повреждений при любом критическом состоянии необходимо ранняя и одномоментная. Вот здесь они не зря представлены в виде круга. Это необходимо делать одномоментно. Когда мы последовательно корригируем постоянно возникающие в человеческом организме расстройства, а они возникают как снежный ком, если не начать корригировать их сразу и своевременно, то возникают тяжелые нарушения и приходится достаточно тяжело. И кислород, и энергетику, и иммунитет, и катаболизм, и циркуляцию, и гемостаз. Необходимо восполнять церебральную перфузию и все, что с ней связано, кислород, АТФ-белки или тролиты, медиаторы, и необходимо блокировать оксидантный стресс, гиперкоагуляцию, приводящую к ДВС-синдрому, эндотоксикоз, воспаление, болевые синдромы. Мозг представляет собой вот такую структуру. Это современный метод позитронно-эмиссионно-взвешенной ангиографии, который позволяет увидеть, что мозговой кровоток и вещество мозга это практически одна и та же структура. Кровь и кровенаполнение вещества мозга это суть его жизни. И как только мы меняем что-либо в мозговом кровотоке, грубо снижаем его, в том числе с самыми лучшими намерениями, когда неадекватно корригируем артериального давления, мы вызываем дестабилизацию церебральной деятельности, мы вызываем ухудшение состояния вещества мозга. Поэтому на догоспитальном этапе мягкая коррекция артериального давления, цифры я сейчас приведу, раннее применение антиоксидантов, антигипоксантов в Российской Федерации, включен октовигин, некоторые другие препараты, имексидол, ацитофлавин в работу бригад скорой помощи и до момента госпитализации в стационар большинство пациентов с острым инсультом, как ишемическим, так и геморрагическим, получают антиоксиданты, потому что вещество мозга нуждается в спасении. Ранняя инфузия. Ну, это обычное отделение, я не буду на этом останавливаться. Алгоритм проведения интенсивной терапии, постоянная гемодинамическая поддержка, реупротекция и профилактика тромбозов, применение прямых-непрямых антикоагулянтов на ранних стадиях с постепенным переходом на прямые антикоагулянты у пациентов группы риска. Будут вопросы, я отвечу. Коррекция гипоксии оксидантного стресса, медиаторная коррекция. Продолжаем. Ранняя активизация мероприятия по уходу, ранняя иммунокоррекция и профилактическая антибиотикотерапия. Профилактическая. У пациентов группы риска антибиотики начинают применять немедленно, в ту секунду, как такой пациент поступает в стационар. Адекватная нутритивная поддержка, профилактика стресс-я, яс желудочно-кишечного тракта. Цифры, поддерживающие артериальное давление, здесь приведены и основа является не только не снижение артериального давления, а поддержание на рабочих цифрах, вот эти цифры абсолютно, это стандарты оказания медицинской помощи больным с инсультом, принятые во всем мире, в Соединенных Штатах, Европе, я надеюсь, в нашей стране тоже, и постепенное снижение артериального давления, что возможно, как мы говорили, только в условиях специально проведенного стационара. Стабильное содержание кислорода, и вы видите, применение искусственной вентиляции легких, это последний шаг, это шаг отчаяния, больной с тяжелым инсультом на ИВЛ, это всегда длительный, но в 95% случаях абсолютно бесполезное растягивание времени. Основные корректоры гипоксии, которые могут применяться и с успехом применяются в современной неврологической клинике. Витамин С, хороший препарат, большие дозы, не менее 20 мл в сутки, великолепный антиоксидант, антигипоксант октовигин, который содержит весь комплекс необходимый организму для стабилизации энергометаболизма и синтеза аденозин-трифосфата. Риамберин, антиоксидант на основе янтарной кислоты, цитофлавин, великолепный комплексный антиоксидант, также на основе янтарной кислоты. Октовигин является лучшим на сегодняшний момент стимулятором нейрометаболизма, поскольку увеличивает синтез АТФ, депрессия которой, как мы говорим, наступает в первые минуты ишемически-гипоксического повреждения, и поэтому его использование максимально рано, в ту минуту, как инсульт случился, это основа сохранения вещества мозга в более полном объеме, основа снижения инвалидизации. Огромное число исследований проведено более чем за 45 лет существования препарата на фрамакологическом рынке, очень длинные списки и при остром инсульте, и при хронической ишемии, доказательная база очень хорошая. Стандартная дозировка 1000-2000 мг в сутки с последующим уменьшением дозы. Начинать вот с этой дозировки, а тем более с дозировки 80 мг, абсолютно бессмысленно. Это детская дозировка, которая используется только у новорожденных. У взрослого человека 80 мг, никакого фармакологического эффекта оказать не может. А 1000-2000 мг, впрочем до 4000 мг могут спасти вещество головного мозга, чего мы и добиваемся. Что же, Александровна, я заканчиваю. Последнее слово про нейрохирургов. Про нейрохирургов. Коррекция отека мозга и острая обструктивная гидроцефалия в золотых руках нейрохирургов. Остматические диуретики, это понятно, и своевременное наложение вентрикулярного дренирования. Это основа. Без этого мы не справимся. Поскольку применение вентрикулярного дренирования при нарастании внутри черепной гипертензии острая окклюзионная гидроцефалия позволяет снизить летальность на 33%. Насколько я понимаю, я обращаюсь прямо к человеку, который своими золотыми руками может это сделать. Не прячьтесь от меня, пожалуйста, уважаемый председатель. Вот это окклюзионная гидроцефалия, а вот эта картинка после наложения дренажа с тромбоэлизисом. Профилактику воспалительных осложнений уже сегодня говорили. И одно слово. Профилактическая работа с семьей и с родственниками. Мы провели исследование достаточно подробное, в ходе которого оценили неврологический статус, уровень депрессии, тревоги и соматические нарушения у родственников пациентов, лежащих у нас в стационаре. Они представляют из себя особую группу риска, которая нуждается в дополнительном наблюдении, поскольку факт наличия инсульта у близкого человека, у молодых родственников провоцирует гипертонические кризы, впервые в жизни зафиксированные, вегетативные кризы. А у пожилых пациентов первого степени родства стимулирует течение артериальной гипертензии. Поэтому адекватная работа с родственниками, это, кстати, основа проведения эффективной терапии тяжелого инсульта. Про цироксон сегодня много говорили, я не буду повторяться. Ранняя госпитализация и адекватная интенсивная терапия с использованием вышеуказанных методов позволяет снизить летальность при инсульте на 10% при тяжелом инсульте и инвалидизацию на 24%. Данные длительных рандомизированных исследований закончены в 2005 году. Если будем работать вместе, то все получится. Спасибо.